приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала антимилицейские бунты одна из самых распространенных форм протеста в ссср а в определенные периоды самые распространенные исследователи признают что точное количество массовых протестов граждан против своей власти милиции установить невозможно о большинстве из них широкая общественность узнала только после обнародования специальной справки подготовлены в 1988 году для михаила горбачева вышедшая в 2006 году исследования владимира козлова неизвестные ссср противостояния народа и власти содержала куда более полный перечень случаев открытого сопротивления граждан системе однако историки утверждают что и этот список не является исчерпывающим в этом видео я расскажу о пяти самых жестких антимилицейских бунтов в советском союзе массовые беспорядки в городе муроме владимирской области начались 30 июня 1961 года инцидент который послужил основанием для них случился четырьмя днями ранее по официальной версии 26 июня 1961 года мастер цеха домашних холодильников оборонного завода имени орджоникидзе юрий костиков находясь в состоянии алкогольного опьянения пытался вскочить в кузов проезжавшего мимо него грузовика но сорвавшись ударился головой об асфальт проезжавший мимо начальник городского отдела милиции павлов приказал отправить костикова вместо больницы в кпз проведя в камере ночь без осмотра врача только на утро потерявший сознание костиков был отвезен в больницу где скончался от кровоизлияния в мозг по городу же пошла другая более правдоподобная версия событий костиков умер в результате полученных от милиционеров побоев через два дня 29 июня прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти костикова в этот же день на собрании заводского актива прокурор и судебно-медицинский эксперт выступили с докладом в котором указали что смерть произошла в результате несчастного случая однако старший мастер цеха домашних холодильников и по совместительству заместитель секретаря парт ячейки цеха демченко выражая общее мнение о рабочих усомнился в результатах экспертизы и потребовал пригласить для повторной проверки специалистов из москвы или владимира но ему в этом отказали разгневанных заводчан попытались задобрить руководство завода выделила на пухораны костикова 2000 рублей соболезнования были напечатаны в многотиражной газете вперед правком завода организовал сбор средств новинки и поминки тем не менее на заводе обстановка продолжала накаляться павлова пообещали наказать за допущенную ошибку но разумеется такое наказание рабочих не устраивало 30 июня 1961 года приблизительно в 17 часов 30 минут когда похоронная процессия поравнялась создание муромского говд из нее раздались выкрики павлов убийца бей милицию бей фашистов и бей гадов в окна город дела сразу же полетели камни несколько мужчин перевернули милицейскую машину стоявшую рядом на улицах стали собираться люди которые не принимали участие в похоронах начался стихийный митинг на котором ораторы один за другим поднимаясь на перевернутую машину произносили гневные речи в адрес сотрудников правоохранительных органов так некий сергей денисов призывал разгромить отдел милиции и освободить всех арестованных снимая при этом рубашку и показывая побои на теле утверждая что они были получены от милиционеров вскоре после этого несколько десятков муромцев вооружившись камнями ломами топорами и другими подручными средствами взяли штурмом здание говд отобрав у милиционеров оружие они начали крушить мебель телефоны коммутатор пишущие машинки уничтожать служебные милицейские документы участники беспорядков выбили двери кпз после чего на свободе оказалось 48 человек арестованных за совершение различных преступлений после этого нападавшие вместе с освобожденными преступниками взломали милицейский арсенал в их руках оказалось 68 единиц огнестрельного оружия и около 1000 боевых патронов с которыми они вышли на улицы города разгромленное здание говд подожгли прибывшие к месту возгорания по тревоге пожарные машины бунтовщики не пропустили угрожая им оружием в результате чего город дел полностью сгорел после этого толпа ворвалась кабинету полномоченного кгб ссср в муроме и начала его громить милиционеры и члены добровольческой народной дружины пытавшиеся остановить участников беспорядков были избиты обезоружены и обращены в бегство некоторые из них в том числе заместитель начальника муромского говд рясин получили тяжкие телесные повреждения городское начальство было растеряно и бездействовало милиционеры также не предпринимали более никаких действий против бунтовщиков центральные улицы мурома были перегорожены автомобилями и автобусами бунтующие были настроены держать оборону в этот же день в муром приехал представитель владимирского облыс полкома сушков поняв что на местное начальство в подавлении беспорядков рассчитывать ему уже не приходится он лично пошел успокаивать участников бунта обещая что он разберется с местной милицией однако толпа не стала его слушать и освистала ближе к полуночи в город прибыла группа военнослужащих внутренних войск из 200 человек бои с военными продолжались в течение пяти часов но в результате солдатам удалось подавить восстание и восстановить порядок в городе ходе следствие по делу о массовых беспорядках в муроме было арестовано 19 человек 8 из них обвинялись в организации массовых беспорядков 11 в хулиганстве 3 августа 1961 года обвинительное заключение было утверждено публичный судебный процесс проходил в муромском клубе строителей 11 августа 1961 года был вынесен приговор трое обвиняемых были приговорены к высшей мере наказания смертной казни через расстрел остальные к различным срокам лишения свободы в день вынесения приговора на всех предприятиях города руководство организовала митинги на которых действия участников беспорядков были осуждены рабочий фанерного завода владимир струнников заявивший на одном из митингов что осуждение было незаконным и призвавший присоединиться к его протесту был арестован и приговорен к семи годам лишения свободы менее чем через месяц после событий в муроме 23 июля 1961 года массовые беспорядки произошли уже в городе александрове той же владимирской области в воскресенье 23 июля 1961 года два солдата грездов и крылов из расквартированной в загорской части ныне сергиев посад решили провести выходной день в александрове к вечеру того же дня они уже находились в состоянии сильного алкогольного опьянения на советской площади их встретил майор милиции кузнецов который предложил им пройти в город дел милиции поскольку майор был штатском солдаты отказались подчиниться началась перепалка на которую подоспел патруль в результате солдат задержали и увели в город дел дежурный поставил в известность коменданта александровского гарнизона подполковника чирейского чтобы тот забрал грездовое крылова перепалку с милиционерами видели несколько женщин на их возмущенные возгласы у здания город дела начала собираться толпа митингующие начали требовать освобождения солдат которые якобы подвергаются в милиции по боям избивали их или нет доподлинно неизвестно приблизительно в 19 часов к зданию подъехала машина коменданта гарнизона чирейского митингующие окружили его и сопровождавших его четырех солдат и продолжили требовать освобождения задержанных успокаивать толпу прибыли прокурор города уполномоченный кгб ссср и несколько работников партийных организаций александрова с помощью сотрудников милиции в машину чирейского удалось посадить только одного из задержанных грездово после чего машина смогла вырваться из толпы второго же задержанного крылова толпе удалось отбить у милиционеров когда его выводили из здания в беспорядках крылов участие принимать не стал он покинул площадь и вернулся в свою часть оба отличившихся солдата в этот же день спокойно продолжили службу однако впоследствии и грездов и крылов были осуждены за хулиганство не зная о том что крылов скрылся подполковник чирейский вечером около 20 часов вернулся за ним к этому моменту толпа на советской площади насчитывала порядка 500 человек звучали призывы громить город дел и устроить как в муроме где тремя неделями ранее также произошли массовые беспорядки окружив машину подполковника участники бунта стали пытаться ее перевернуть чирейского вытащили из машины и стали избивать приблизительно в 20 40 когда избитому подполковнику чирейском удалось заскочить в здание город дела милиции около 50 погромщиков начали выламывать окна решетки и двери подожгли стоявшие у здания милицейский мотоцикл с и автомобиль газ пытавшийся не допустить поджога командир пожарной охраны был избит пожарные автомобили не были пропущены толпой горящему автотранспорту оцепив гвд с трех сторон бунтующие начали забрасывать его камнями а затем выбили садовой скамейкой двери здание находилось 12 сотрудников милиции которые отступая сделали в совокупности 364 предупредительных выстрелов воздух но толпу это не остановило участники беспорядков начали громить кабинеты выбрасывать из окон сейфы и мебель имевшихся в кпз отдела задержанных милиционеры успели передать в находившуюся в смежном здании тюрьму после завершения погрома толпа подожгла здание александровского гвд через некоторое время на площадь прибыли две роты солдат без оружия но никакого влияния на ход событий они не оказали участники беспорядков пытались распропагандировать их говоря что они стали на защиту такого же солдата как и они но безуспешно вскоре после начала пожара в город деле милиции толпа начала штурм здания тюрьмы в тюрьме в этот момент находилась 169 преступников в том числе 82 из категории особо опасных которых охраняли 22 сотрудника во главе с лейтенантом мажаевым во время штурма тюремная охрана открыла огонь на поражение однако несмотря на это люди закидывали тюрьму камнями один из участников беспорядков некий масленников закрыл окно дежурного помещения железным щитом чем лишил охрану тюрьмы обзора погромщики подожгли тюремный автозак газ 51 надеясь что огонь перекинется на здание тюрьмы но милиционеры открыли по толпе стрельбу в результате чего у бунтовщиков погибли 4 человека еще 11 получили ранения после чего милиционеры смогли потушить машину двум часам ночи в александров вошли войска дивизии имени дзержинского под командованием генерал-майора корженко которые подавили беспорядки и дали тем самым возможность пожарным ликвидировать возгорание первый судебный процесс над участниками массовых беспорядков в александрове прошел уже через месяц с 22 по 25 августа 1961 года в доме культуры фабрики из кож деталь в эти дни в городе находились усиленные военно-милицейские патрули значительная часть тех кто участвовал в беспорядках оказались ранее судимыми александров был зоной 101 километра за которую высылали от крупных населенных пунктов ранее судимых из 18 осужденных за участие в беспорядках 12 мили судимости среди них четырежды судимый рецидивист барабанщиков а также ранее судимые за хулиганство логинов и совосеев репрессированная при сталине клочкова судимые за хищение государственной собственности федоров и ряд других остальные шесть осужденных за участие в беспорядках были на тот момент пены среди них был грузчик павел зайцев кавалер ордена славы третьей степени и награжденный медалью за отвагу которого участники беспорядков во время разгрома городдела самого приняли за сотрудника милиции и сильно избили в результате чего он оказался в больнице на первом процессе в качестве подсудимых присутствовало девять человек четверых из них совосеева горшкова барабанщиков и сидорова суд как особо опасных рецидивистов приговорил к высшей мере наказания смертной казни через расстрел остальные пятеро были приговорены к 15 годам лишения свободы второй судебный процесс состоялся с 5 на 9 октября 1961 года во владимире на нем все подсудимые были приговорены к 15 годам лишения свободы после окончания судебных процессов на всех предприятиях александрова руководство организовала митинги с осуждением действий погромщиков о судах над ними написали лишь областные газеты центральных об этом не писалось 16 по 18 июня 1963 года в районе сос город кривого рога проходила крупнейшая в истории у ссср антимилицейское восстание 16 июня 1963 года солдат тараненко который возвращался из отпуска в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил дебош трамвае он закурил сигарету и стал пускать дым в лицо девушки которая отказалась с ним знакомиться что вызвало возмущение у пассажиров трамвая началась ругань в трамвае ехал милиционер панченко который находился не при исполнении и также был пьян тем не менее он решил задержать дебошира на остановке маяк панченко выволок солдата из трамвая и попытался его задержать на помощь милиционеру пришли его коллеги дежурившие на проспекте металлургов солдат вырвался и попытался убежать милиционера открыли огонь по беглецу но попали не в него а в двух прохожих юношу и девушку которых на скорой отправили в больницу солдата быстро задержали и доставили в отделение в райотделе его сильно избили здание милиции мгновенно собралась большая толпа людей которая быстро росла граждане выдвинули требования немедленно наказать правонарушителей и виновников журналист пономарев беседен писал что толпа захватила телеграф и пыталась связаться с самим никитой хрущевым очевидцы же утверждали что никакого захвата не было люди попытались отправить телеграмму хрущеву но исполняющий обязанности прокурора города закоморной запретил ее отсылать это вызвало протест не только митингующих но и отдельных представителей власти начальник криворожского комитета безопасности кучма выступил против подобных незаконных действий в конце концов информацию о событиях доставил в москву специальным самолетом один из руководителей правоохранительных органов афанасьев как только правительственные чины узнали о событиях кривом роге секретарь днепропетровского обкома кпу никита толубеев отправил в город группу руководящих работников из киева прибыли представители цк компартии митингующие добивались снятия с них обвинений в хулиганстве и выполнение изложенных в телеграмме требований немедленно арестовать милиционеров и придать их суду с уведомлением об этом в печати и по радио власти обещали разобраться но на самом деле никаких действий не предпринимали митингующие в свою очередь также не верили обещаниями не расходились 16 июня и большую часть 17 июня толпа вела себя мирно впервые демонстранты применили силу во время встречи с заместителем республиканского прокурора поднявшись на балкон по другой версии на бульдозер заместитель прокурора назвал протестующих хулиганами и пообещал жестоко наказать преступников которые затеяли этот бунт из возмущенной толпы кто-то бросил камень и попал чиновнику в голову пострадавшего срочно отправили самолетом обратно в киев после этого в руководящих кругах было принято решение против мятежников действовать силовыми методами со всего города прибывали милицейские подразделения конце концов по данным полковника черного милиционеров собралось около 500 прибытие каждого нового подразделения вызывало рост возмущения демонстрантов что в итоге привело к началу первых столкновений милиционеры открыли огонь на поражение несколько бунтующих были тяжело ранены стрельба остановила беспорядки толпа рассеялась и поскольку было уже поздно большая часть митингующих разошлась по домам но уже утром следующего дня в соцгороде начали формироваться небольшие группы людей которые со временем увеличивались во второй половине дня объединившаяся толпа снова двинулась край отделу но на сей раз потребовала выдать им милиционеров применивших оружие протестующие вели себя спокойно пока не отдали приказ о том чтобы разогнать толпу было приказано разделить силы милиции на два отряда и заблокировать все выходы из квартала вооруженные милиционеры выстроились и двинулись по проспекту металлурга в край отделу первую колонну возглавил начальник центрального городского рвс подполковник соболев а вторую подполковник черный подразделение соболева перекрыла все подходы с тыльной стороны а их коллеги подходы с улицы революционной протестующие освистали прибывшую милицию и забросали камнями после чего пошли в наступление толпа прорвала милицейские кордоны милиция ощутила на себе всю мощь накопившегося народного гнева части командиров и рядовых милиционеров около ста человек удалось забежать в райотдел другие же бросились в рассыпную бунтующие начали их преследование и кто не смог убежать был жестоко избит тем временем возле райотдела бунтовщики сначала бросали камни в окна а потом выбили двери ворвались внутрь они принялись выбрасывать на улицу сейфы и мебель кабели телефонной связи были перерезаны милиционеры спрятались подвале забаррикадировали вход и через окна начали стрелять в толпу к тому времени вокруг здания милиции собралось несколько тысяч людей со всего города часть представителей органов власти переоделась женскую одежду и сумела сбежать из окружения руководители области и города просили никиту хрущева позволить использовать войска конце концов в направлении соцгорода отправились подразделения местной танковой части а из днепропетровска на автомобилях солдаты внутренних войск в ночь 17 на 18 июня прибыли военные солдаты внутренних войск принялись избивать мятежников а танковые войска несли патрульную службу на улицах проверяя каждого кто входил в этот район и выходил из него окруженные милиционеры выбрались из подвала хватая и арестовывая всех подряд арестованных отправляли в городское управление внутренних дел по улице ленина столкновения продолжались всю ночь по официальным данным в результате подавления мятежа было убито четверо и ранено 15 человек однако советский партийный деятель саворский вспоминал что из окон подвала было убито 7 человек такие же данные называет и газета хроника которая одной из первых много лет спустя решилась описать события медики же утверждали что по больницам было размещено около 200 раненых во время массовых арестов было арестовано 86 человек через три дня состоялись похороны убитых власть боялась что могут быть новые столкновения но жесткая расправа над людьми настолько деморализовала общественность что беспорядков не было активистов бунта судили как хулиганов в частности 41 человек были осуждены как злостные хулиганы отдельные участники получили до 10 лет строгого режима министерством охраны общественного порядка у ссср был издан приказ от 19 06 63 о наказании работников у об днепропетровской области виновных в допущении массовых беспорядков в кривом роге согласно этому приказу начальник управления милиции кривого рога кульчицкий был освобожден от занимаемой должности начальник дзержинского районного отделения милиции майстры освобожден от занимаемой должности и уволен из органов начальника управления охраны общественного порядка днепропетровской области комиссару милиции 3 ранга олейнику был объявлен выговор а его заместитель полковник строков был освобожден от занимаемой должности. В мае 1967 года в городе Фрунзе, ныне Бешкек, произошел самый крупный в истории Киргизской ССР антимилицейский бунт. Завязка этой истории крайне мутная и вызывает много вопросов. По официальной версии, утром 17 мая 1967 года с увольнительной в кармане военнослужащие из Трайбата Воробьев и Исмаилов направились к подруге последнего, проживавшей в двухэтажном доме напротив центрального рынка. Ее на месте не оказалось. Огорченные сорвавшимся свиданием солдаты здесь же, в беседке во дворе дома, распили принесенные с собой две бутылки водки, после чего начали стучать в двери квартир других жильцов, требуя выдать им якобы прятавшуюся у них девушку. Прибывший по вызову наряд задержал дебоширов и доставил их в опорный пункт милиции на углу улиц Фрунзе и Правды. Подвыпивших страйбатовцев конвоировали через базарную площадь двое молодых милиционеров. Один из солдат Исмаилов в провокационных целях стал кричать «Граждане, спасите! Милиция убивает солдата!». Разбив стекло и порезав руку, он измазал себе лицо кровью и в таком виде предстал перед толпой с криками «Убивают! Спасите!», после чего по рынку разнеслась молва, что милиция убила двух солдат. Как это было на самом деле неизвестно, но официальная версия звучит уж очень нескладно. На рынке тут же собралась агрессивно настроенная толпа. Они сразу же, без лишних разговоров, подожгли вагончик опорного пункта на рынке и двинулись к городскому управлению внутренних дел, поджигая на своем пути машины и мотоциклы патрульных нарядов. Первым под удар попал Свердловский райотдел, но его сотрудники не дали толпе захватить здание. Отрезвил нападавших выстрел на поражение из табельного оружия по одному из хулиганов, пытавшемуся пробраться внутрь через чердак. В результате ранения последний погиб. До этого нападавшие были уверены, что милиция не станет применять оружие, но труп подельника заметно охладил их пыл и, забрав его, бунтовщики отступили. Вот как штурм Свердловского райотдела вспоминает Ясуп Нарбаев, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел ГУВД Бишкека, а в 1967 году старший уполномоченный АУР Свердловского РУВД. «Я в то время находился вместе с другими сотрудниками Свердловского РУВД, готовился к обороне. Ограды, как сегодня, не было. Толпа, вооруженная палками и стальными прутьями, подошла прямо к крыльцу. На всю жизнь запомнил этих людей. Они были готовы на все. Честно говоря, мы ждали команды на применение оружия, как и должно быть в случаях, когда совершается нападение на охраняемые объекты, но она так и не поступила». Сложнее складывалась ситуация у Первомайского райотдела. Бунтовщикам удалось захватить здание отделения и разграбить его оружейную комнату, после чего они с оружием покинули здание и отправились к столичному УВД. Разъяснения и уговоры руководства УВД не действовали. Некоторые из бунтовщиков пытались прорваться в КПЗ и следственное управление, чтобы уничтожить уголовные дела. С разрешения прокурора города всех арестованных отпустили по домам, предупредив, что вернувшимся это зачтется при рассмотрении уголовных дел в судах. Из 34 арестантов добровольно явились только 30. Четверых пришлось разыскивать. Сотрудникам дежурной части управления, открыв предупредительный огонь, все-таки удалось остановить штурм УВД. Затем около тысячи погромщиков направились к Ленинскому отделу внутренних дел города Фрунзе, но здесь их уже ждали. Начальник УВД Горященко обратился за помощью к народным дружинникам завода имени Ленина. Они стеной встали у райотдела и не позволили бунтовщикам приблизиться к зданию. Участники погромов по всему городу вылавливали милиционеров, срывали с них форму и развешивали на деревьях. Был даже случай, когда одного из них загнали на электрический столб. Вот цитата из рассказа одного из бунтовщиков, который в 67 году был грузчиком мясного павильона на центральном колхозном рынке. «Не помню, сколько тогда выпил, как в руках оказалась Арматурина. Более-менее соображать стал, когда вместе с другими парнями поджигал милицейскую машину около композиции «Атом» напротив Академии наук. До городской милиции не дошел. В парке имени Панфилова какие-то люди в штатском выдернули меня из толпы и припроводили в автомашину «Москвич». Потом суд. Дали три года. Местные милиционеры явно не справлялись. И на помощь им прибыли милицейские подразделения Исканта, Карабалты и Токмака, с помощью которых в итоге удалось подавить бунт. Всего в массовых беспорядках пострадали и были госпитализированы 27 сотрудников милиции. Прилетевшая на следующий день из Москвы комиссия МВД СССР констатировала несогласованность в действиях местной милиции, неумение исполнять служебные обязанности в сложной обстановке и явную растерянность. Министр внутренних дел Киргизской ССР Ушаков подал рапорт об уходе на пенсию. Начиная со следующего дня улицы города патрулировались боевой техникой и военными. В рабочих коллективах фрунзенских производственных предприятий проводилась разъяснительная работа, проходили партийные и профсоюзные собрания. Но суд над организаторами и активными участниками базарного бунта шел при закрытых дверях. Вот цитата из воспоминаний еще одного участника событий, Чуенбека Саганбаева, в 67 году старшего уполномоченного УУР МВД Киргизской ССР. «В тот майский день я находился в командировке в Карабалте в составе оперативно-следственной бригады по раскрытию тяжкого преступления. Полдень. Звонок начальства из Фрунзе. Срочно возвращайся». Когда приехал, получил задание по фотографиям, сделанным в ходе оперативной съемки сценария массовых беспорядков, установить место жительства и задержать их организаторов и активных участников. Поднял всю свою агентуру, встретился с осведомителями и уже к вечеру доставил в УВД около 15 человек. Большинство из них – воры, ранее судимые, алкаши и спекулянты. Вспоминая те дни, могу с уверенностью сказать, за всем этим сбродом стояли опытные кукловоды, что потом подтвердилось в ходе расследования уголовного дела. В 60-е годы город Чемкент, Казахской ССР в шутку называли штат Техас Советского Союза. В городе была жуткая криминальная обстановка. Значительная часть города жила не по законам, а по понятиям. Аульные парни, устроившись на заводы и стройки, работая плечом к плечу с бывшими зэками, сходу набирались уголовных замашек. Город был поделен молодежными бандами на районы. Чемкент дрался улица на улицу, район на район. Все это усугубляли беззаконие и произвол со стороны местных властей и правоохранительных органов. 11 июня 1967 года в городском вытрезвителе умер молодой парень-водитель. На следующее утро о его смерти сообщили в автоколонну, где он работал, после чего сразу же распространился слух, что его забили до смерти милиционеры, вымогая деньги. На известие о смерти товарища водители отреагировали активно. Тут же собралась группа из нескольких работников автоколонны, которые отправились к городскому управлению милиции добиваться встречи с руководством УВД. Однако никто из высоких чинов на встречу не вышел. В Чемкенте три автобазы располагались рядом. Грузовая автоколонна, таксисты и автобусники. Поэтому весть о случившемся очень быстро разнеслась по всему городу. К райотделу стали съезжаться разъяренные шоферы. Спонтанный митинг быстро перерос в осаду УВД и число осаждавших здания с каждой минутой увеличивалось. Они взбирались на деревья и закидывали в окна бутылки с бензином. Через мегафон раздавались требования бунтовщиков, смешанные с матом. «Сдавайтесь, выходите и выносите нам оружие. Мы всех вас знаем, знаем ваши дома и родных. Если не подчинитесь, мы приведем сюда ваших родственников и будем пытать». Начальство УВД растерялось и сбежало первым, предварительно отдав приказ всем милиционерам сдать оружие в арсенал. Толпа двинулась на захват здания. При штурме началась стрельба. Огонь велся с обоих сторон. В толпу стреляли милиционеры, не успевшие сдать оружие. Из толпы стреляли по милиции. Ворвавшись в здание, водители начали громить все вокруг и жечь документы. Перепуганные милиционеры пытались сбежать, выпрыгивая из окон второго этажа, поскольку на первом этаже окна были зарешочены. Всех, кому не удалось сбежать, бунтовщики долго и жестоко избивали. Вот как вспоминает те события их свидетель, ветеран войны, заслуженный ветеран МВД, герой Советского Союза Карабай Калтаев. «Я прошел всю войну, получил три ордена славы. Однако такого ужаса и безысходности мне не приходилось пережить ни до, ни после тех страшных дней. Было ощущение настоящей войны, но против тебя шли не фашисты, а наши, советские люди». Когда бунтовщики заняли здание городской милиции, у них появилась идея прорваться в городскую тюрьму, тем более, что здание тюрьмы одной стеной примыкало к территории городской милиции. Толпа хлынула к тюремным стенам. Из окон камер зэки кричали бунтарям «Освобождайте нас, мы вам поможем». Здание городской милиции уже пылало вовсю, но ни один пожарный расчет добраться туда не смог. Одну из пожарных машин захватили, кто-то из шоферов сел за руль пожарного зила и на скорости протаранил ворота тюрьмы. Вооруженные металлической арматурой, палками, камнями и пистолетами, бунтовщики ринулись в образовавшийся проем. Среди работников СИЗО началась паника. Несколько постов было покинуто, в результате чего первая волна бунтарей проникла в коридоры тюрьмы. Оставшаяся на своих постах часть охранников открыла по бунтующим огонь из автоматов, после чего те откатились назад, покинув здание тюрьмы. Несколько часов центр города оставался во власти бунтовщиков. Транспорт не ходил. Бунтующие водители сооружали баррикады из перевернутых машин и готовились к обороне захваченного района. По всему городу поджигали милицейские воронки. Но уже во второй половине дня в Чемкент вошел взвод бронетанковых войск Туркестанского военного округа, БТР и БМП и танки. А спустя еще пару часов прибыл полк солдат внутренних войск. В Чемкент прилетел замминистра внутренних дел КАЗ СССР Тумарбеков, которому специально протянули отдельную прямую линию связи с министром МВД СССР Щелоковым. Бунт водителей был подавлен быстро и без кровопролития. Военную технику просто подвели к толпе и предупредили, что начнут огонь на поражение. К тому времени пыл бунтарей, многие из которых были пьяны, уже остыл. Поэтому, когда бунтовщики увидели направленные на них дуло орудий бронемашины танков, толпа вокруг тюрьмы и райотдела рассосалась буквально в течение нескольких минут. Уже на следующий день обстановка в городе нормализовалась, возобновилась по графику движения транспорта, работа всех учреждений. Чемкентский бунт начался и закончился в один день. Точное количество жертв и раненых, ни с той и ни с другой стороны, тогда официально не называлось. Количество людей, которые были обвинены и осуждены за участие в июльском бунте, также никогда не сообщалось и вообще на любые упоминания о чемкентских событиях, был наложен строжайший запрет. Но в начале 1988 года Горбачев распорядился, чтобы ему подготовили справку о массовых беспорядках. Согласно этой справке, в чемкентских событиях участвовало более тысячи человек. Убиты 7, ранены 50, 43 жителя города пошли под суд. Спустя три дня после этих жутких событий по Чемкенту прошла траурная процессия похорон жертв. КГБ и милиция в те дни специально предупреждали водителей таксомоторных парков и автоколон не устраивать эскортов погибшим коллегам. Тем не менее, несмотря на запреты, шоферы проявили солидарность с погибшими товарищами. К веренице катафалков, грузовиков с гробами погибших, по дороге присоединились десятки автомобилей, которые с непрерывными гудками и зажженными фарами следовали до самого кладбища. Поскольку опознать конкретных лидеров бунта милиционеры не смогли, судили, кого попало. На кого-то стуканули, кто-то проходил рядом, кого-то сфотографировали сексоты. Но высшую меру никому не дали, все свели к хулиганке. Местные власти решили, что не стоит привлекать внимание. Семье убитого водителя, из-за которого начался бунт, пообещали квартиру в любом регионе СССР. Тем не менее, власти сделали необходимые выводы. Практически все руководство Чемкенского УВД было уволено со своих должностей. Многие из гаишников и милиционеров в результате разбирательств оказались на скамье подсудимых по обвинению в преступлениях, совершенных ими задолго до июня 67-го. В Чемкенскую милицию было переведено на работу огромное количество чекистов из других регионов. Это был канал Все о тюрьме. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok